Этих людей, таких разных по политическим взглядам, роду занятий, собрала вместе проблема космического масштаба. Тему встречи заявили широкую – влияние российских полигонов на здоровье казахстанцев. Но темой номер один стала авария российского ракетоносителя «Протон» в июле этого года. Его опасное для человека и природы топливо – гептил. Если сгорело 600 тонн топлива, оно не подойдет куда-нибудь? Оно растеяло. В самом деле оно сразу расписалось. Тем более, в тот день был очень сильный ливень, после которого практически не осталось ни борчимы культуры. Все вымерло, все пожелтело. Расходы по организации встречи взял на себя известный национал-патриот Мухтар Тайжан. Многие гражданские активисты, ученые и экологи с разных уголков Казахстана приехали в столицу за свой счет. Некоторые пополнили ряды общественного движения «Антигептил». Казахстанские и российские официальные лица, народные избранники приглашение к разговору на взрывоопасную тему проигнорировали. За всех них отдувался один представитель Коскосмоса. С его слов, на месте аварии проведены все детоксикационные работы. Угрозы для здоровья местного населения нет, но то, как он объяснил это, ввело присутствующих в недоумение. Я третий раз участвую при ликтации подобной аварии. И могу сказать, то, что ракетоноситель «Протон» после падения взорвался – это хорошо. Кептил сгорает и исчезает. Чиновнику, кажется, никто не поверил. Кто-то оперировал к статистике, а кто-то делился опытом лечения тяжелобольных людей после отравления парами гептила. Когда мы исследовали, так сказать, после респектуры мужской бюстрии, мужской бюстрии обходил на последний план, в первую очередь гептил вызывал отравление полностью полиозгарной оправлений. Организм, в частности, непосредственно воздействовал невозпратимо, необратимо воздействовал на печень, то есть вызывал токсический гепатит. Так вот, у нас ежегодно заболевает теперь ракет, ежегодно заболевает 30 тысяч долларов заболеваний, из них 15-17 играет. В итоге участники встречи разделились на два лагеря. Сторонники мягкой линии выступили за переговоры с казахстанскими и российскими властями по этой проблеме. Радикальные они в меньшинстве, готовы активно бороться за полный запрет использования гептила. Мы должны показать свой протест, имя положения, через пикеты, через пикеты. Хватит пикетировать российское посольство, надо идти в наркоту. Именно она позволяет этому делу. Если мы этого не сделаем, то брось цена всяким нашим разговорам, потому что разговоры должны заканчиваться конкретным результатом. Радикального правозащитника никто в зале, по крайней мере, открыто не поддержал. По итогам разговора подготовили резолюцию, ее передадут в Аккорду. Главные требования в документе – закрытие всех российских полигонов на территории Казахстана, пересмотр договора аренды Байконура и запрет на использование при запусках гептила. Официальная позиция казахстанских властей по главному вопросу станет понятно совсем скоро. На 17 сентября россияне запланировали очередной пуск протона с космодрома Байконур.